Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня начинаю снимать снова домашний влог, домашний огородный, не знаю как получится. Но прежде я хотела вам показать свои новинки ухода. Я сделала заказ, причем достаточно давно, недели три, наверное, назад я его получила. Начала пользоваться уже недели две этим уходом. Оказалось, это фармакосметика. И этот уход посоветовали, кстати, мне вы. Очень многие. Я в прошлом году заказывала себе уход от марки Виши. Назывался он Slow Age. Заказывала целый набор. Там и крем для области вокруг глаз, и флюид для лица, и что-то еще. И ночная маска. Из этого всего набора мне понравилась только ночная маска. И многие мне писали, Наташа, попробуй другую линейку для сухой кожи. Она просто идеальна. Я могу вам сказать, что я полностью с вами согласна. Так что давайте вам покажу. Вот, сохранила даже коробочку вам рассказать. Как всегда, приходит все отлично запечатанное. Я заказывала с доставкой до пункта, не пункта выдачи, постамат, да, который автоматический такой. Обычно в магазинах там всяких у меня в Пятерочке или в Карусели, по-моему, я не знаю, просила мужа забрать. Доставка у меня получилась бесплатная, потому что была какая-то вроде бы акция, там что-то в этом духе. Там вроде от какой-то суммы, от 5 тысяч, по-моему, или от 3 тысяч бесплатная доставка. Вот я это не помню. Бывают еще какие-то акции из серии там от полутора тысяч доставки. Бывают просто бесплатные доставки. То есть это нужно смотреть на сайте непосредственно, когда вы заказываете. Вот. Так, про доставку сказала. И вот этот уход, который многие, очень многие девочки с сухой кожей мне советовали. Это вот эта линейка Аквалия Термаль, голубая. Вот такая упаковочка. Там, значит, есть вот это у меня крем для лица и крем для области вокруг глаз. Есть разные варианты. Я взяла именно насыщенный, который, потому что, ну, я люблю такие более плотненькие, скажем так, кремушки. Вот. Вот такой вот у меня для сухой, очень сухой кожи. Есть упаковка поменьше, то есть не 50 миллилитров, а 30. Это на самом деле здорово. Я люблю, когда делают маленькие упаковочки. Можно попробовать, понять, понравилось или нет, но я решила взять сразу большую. И крем для области вокруг глаз. Девочки, да сколько классный уход. Я использую его в качестве дневного ухода, и мне безумно нравится. Он такой, как бы, достаточно плотненький, да, такой, но он очень хорошо распределяется, не оставляет никакого жирного блеска. Вот я его сейчас нанесла здесь на руку. Не оставляет никакого жирного блеска, кожа не блестит. И при этом она мега комфортна, увлажнение вообще просто на ура. Конечно, эта линейка, я могу вам сказать, она не предназначена, мне кажется, вот для комбинированной кожи или для нормальной кожи, ну, не стоит. Для жирной уж тем более, да, потому что здесь указано, что для сухой и очень сухой кожи, как раз вот для моей. Никакая тональная основа не скатывается, ничего не происходит, просто очень понравилось. Единственное, что вот этот крем для области вокруг глаз, он достаточно долго впитывается, минут 5-10 аж. Но его просто не нужно наносить много, тогда он быстренько впитается. Очень довольна. Вот эти средства, ну, это не от морщин, это просто идет увлажнение, видите, ощутимый комфорт и увлажнение 48 часов. Я согласна, у меня часто бывает такое, что к вечеру кожа, ну, я чувствую сухость кожи, особенно вокруг глаз, и здесь с этими кремушками такого нет. Очень-очень мне понравилось, девочки, я вот прям советую, прям очень сильно. Просто единственное, там вот у меня насыщенный, да, идет крем, а там есть еще какой-то легкий, по-моему, более облегченный вариант. Давайте я вам сразу озвучу цены. Вот этот крем для области вокруг глаз я купила за 1016 рублей, а вот этот крем 50 мл я купила за 1191 рубль. На самом деле, вот работают на все 100, все, что указано, все работает. Ссылочки я вам оставлю внизу в инфобоксе. И также от марки Виши я решила попробовать вот такую тональную основу. Я, на самом деле, очень много наслышана про эту тональную основу. Здесь содержится SPF 20, и эта тональная основа идет с лифтинг-эффектом. Я, ну, я не знаю, есть ли реально лифтинг-эффект или нет, но это мега комфортная тональная основа. Она имеет небольшое покрытие, у меня 15-й тон, он мне сейчас идеально подходит. Он подойдет вот в баночке, он кажется темнее. На самом деле, он подойдет для такой светлой или слегка тронутой солнышком кожи. Вот такой вот у него оттенок, то есть он не с розовинкой, он такой вот, ну, как сказать, не то чтобы бежевый, а натуральный, я бы сказала, цвет. Имеет легкое покрытие, просто выравнивает тон кожи, придает ей такое, ну, не то чтобы сияние, а просто здоровый, красивый цвет лица. Обожаю такие тональные основы на каждый день, никакого эффекта маски, никакого ни плотности, ничего. То есть я сейчас по утрам использую для кожи лица вот эти три продукта, да, под глазки, на все лицо, это тоже на все лицо. Очень мне понравилась вот эта тональная основа. Я думаю, что я закажу такую же, только более, ну, оттенок потемнее, потому что, ну, сейчас лето, кожа, я думаю, подзагорит немножко. Хотя она подстраивается под тон кожи очень хорошо, нужно ее немножко, мне кажется, она долго хватит. Классная тональная основа, мне очень сильно понравилась. Здесь 30 миллилитров и стоила она 1486 рублей. Там тоже была какая-то акция, по-моему, 20 или 25 процентов, что-то такое, то ли на марку Виши, то ли в общем какой-то суммы. Ну, я уже, честно говоря, не помню. Ну, ловите там всякие акции и так далее, и цены будут очень даже неплохие. И следующий крем, который я марку эту, я очень давно хотела попробовать, но все как-то вот мне не удавалось это сделать. Почему-то все как-то меня уводило от этой марки, это марка Клэп. И я решила начать свое знакомство вот с такого крема, наношу я его на ночь. Это восстанавливающий крем. Мне он понравился безумно, но он понравится не всем. Почему? Потому что он, во-первых, он имеет аромат детского, что ли, крема, но очень схожий с ароматом детского крема. Вот это, мне кажется, вообще никакого аромата не имеет вот эта вся история. А здесь реально, вот мне кажется, детский крем. И текстура у него такая, он как бы вроде жидкий, но при этом крем этот очень-очень плотный и туго распределяется по лицу и оставляет вот такой блеск на лице. Но кожа после него просто нереально восстановлена. Вот видите, он такой прям как масло такое, тягучее такое. Прямо он так достаточно сложно распределяется. Если на сухую кожу наносить, вообще тяжело распределяется. Но если наносить на, например, тоникой, сразу сверху вы наносите немножко вот этого крема, то он очень хорошо ложится. Но мне безумно нравится. Я, во-первых, люблю подобные текстуры, это раз. А во-вторых, он реально восстанавливает кожу. Вы с утра просыпаетесь, вот, ну я не знаю, минус 10 лет. Я шучу, конечно, не минус 10 лет, но все же кожа прям говорит спасибо с этим кремом. Значит, этот крем содержит энзимы пантенол, которые усиливают защитную систему, успокаивают кожу, предотвращают появление признаков преждевременного старения. В общем, содержит масло ши, авокадо, жжоба, питает. И, в общем, ну, типа супер-супер-супер просто крем. На самом деле, я подпишусь под каждым словом, мне очень понравилось. Я хочу купить себе что-нибудь еще, ну, когда закончится. Потому что сейчас стараюсь, закончилось одно, только потом приобретать другое, да. Потому что все-таки все это дело портится, да. Хочу попробовать что-то еще. Единственное, что вот аромат, да, у него вот, ну, такого детского крема, наверное. Но кожа с утра, вот, даже я была на солнышке, мне немножко обгорел лоб, нанесла, утром встала, у меня все. Идеально, идеальная кожа лица. Напитанная, увлажненная, восстановленная, отличный цвет лица. Ну, просто, я вот балдеть. Единственное, что вот, повторюсь еще раз. То есть, видите, вот я сюда наносила, и кожа здесь блестит. То есть, его только на ночь, это раз. А во-вторых, он очень-очень плотный. Если вы такой не любите, то, конечно, не стоит такой приобретать. Но мне, для моей сухой кожи, это просто идеальнейший крем. Ну, еще, конечно, мне положили тут два пробничка-подарочка. Это вот такой крем тональный от Виши. Это тональная основа, такой пробник для жирной кожи, склонный к ней, с высоким покрытием. Я такие, на самом деле, тональные основы не люблю. Я люблю более, что такое легкое, я уже говорила. Но с удовольствием попробую. Правда, тон мне сейчас не подходит. Он слишком-слишком для меня темный. Ну, я думаю, к концу лета подойдет. И вот такой вот пробник шампуня. Кстати, люблю очень марку Олин. Она бюджетная, но при этом очень-очень классная. Так что, если вы ищете что-то такое классное для волос, и при этом недорогое, вот советую что-нибудь приобрести от марки Олин. Я много что там пробовала. И думаю, тоже надо мне что-то прикупить еще. Потому что очень нравится воздействие на волос вот от этой марки. Ну, и вот такой яркость цвета для окрашенных волос. С удовольствием попробую. Так что, вот такой вот у меня был заказик с сайта фармакосметика. Ссылочки все вам оставлю, как обычно, внизу в инфобоксе. Ну, еще, конечно же, у меня тут стирка. Сняла все наше с мужем. Я говорила, что в прошлый раз стирала все мальчишек. И пледы, и, в общем, подушки. Все-все-все. Еще сейчас стираю то, что наше с мужем. Потому что была плохая погода. У нас даже был дождичек небольшой. Подруга моя, естественно, помогает мне. Вот, вот так вот она таким образом помогает. Охраняет белье. Принесла. Сейчас все перестираю как раз. Будет красота. Так что вот так вот. Вот такие вот у меня дела. Ну, мне кажется, в доме всегда найдется дела. Еще обед надо варить. В общем, готовить, как всегда. Мне тут одна моя подписчица написала, что ей нравится смотреть, чем я занимаюсь по дому. Вот сейчас я размораживаю свою вот эту морозильную камеру. Старенькую мою. Холодильник нет. У меня там очень много ягод. Еще не съели. Вообще, в эту зиму мы как-то не едоки, получается. Вот. У меня здесь оставались на нижних полках немного грибов. Два всего набора для борща. Ну, как бы для свекольника, да. И перцы. Обычные такие большие. Надо будет фаршированные перчики с них сделать. Вот. Так что вот досталось. Сейчас будет размораживаться. Положу туда тряпочку. Надо потом намыть. И я вот так оставляю открытые. Ну, чтобы проветривалось. Она, ну, в принципе, недолго ей. Пару месяцев. И уже буду ее загружать на следующую зиму чем-нибудь. Вот. Так что вот такими делами я сейчас тут занимаюсь. Сейчас решила своим мальчишкам сделать вот такие, я не знаю, как это. Булочки, печенье. Как их можно назвать? Мои называют булочки с сахаром из слоеного теста. Поспаю сверху с сахарной пудрой. Я уже как-то показывала. Ну, обычный, не хворост это называется. Обычные слоеные язычки. Что-то в этом духе. Вот. И, да, он тут уже. Один тут уже пришел. Пробовал снимать, да? У меня отшел. Вот. И вот такой вот еще чай холодный сделала. Обычный. Ну, заварила обычный чай. И добавила туда. Хватит таскать сахарную пудру. Положила туда лимончик. Немножечко льда. Такой холодный чай. Они тоже у меня любят. Обычный черный чай. Немножко сахарка. Лимончик. Сейчас жарко на улице. Так что самое то. Хватит таскать сахарную пудру, я сказала. Вот так всегда готовлю. И всегда что-нибудь у меня таскают из тарелки. И причем не только дети, но и муж тоже. Да, так что вот так. Так что вот такой вот у нас перекус сейчас будет. А то они бегают уже. Все коленки. Подруга, как всегда, пьет. Вот, как всегда. Когда ты маму снимаешь. Просто как всегда. Я не знаю, у нее какой-то рефлекс, наверное, да? Когда ты маму снимаешь, сразу. Ну, просто вот у собаки рефлекс. О, еще одна. Да, так что. Так что да, коленки уже все в синяках. Уже все в боях. Мы специалисты. Специалисты, да. Пачкать одежду и ходить в синяках. Так что вот такой им сделала перекус. А муж у меня тут съездил в магазин. А, опять ветер. Строительный магазин. Петрович, по-моему, у нас называется. Вот, докупил материал на свой навес. А то ему не хватило. Будет все не достраивать. Ну, Бон, конечно, проверяет все, да? Бон. Сейчас я тут тоже, девочки, наводила порядок. Это наш сарай. Точнее, сарай моего мужа. Можно сказать, святая святых. Я однажды в своей жизни навела здесь порядок. Я честно вам в этом признаюсь. Но я так скажу больше. Не дай бог. Если мы хотим жить мирно и счастливо, то я больше этого не делаю. В общем, одним словом. Вот в этом большом сарайчике у меня вот такой маленький стеллажочек. Вот этот вот. Еще немножко там всякие ведра и так далее. Опрыскиватель, лилейки. Это все не мое. Это все, не дай бог. Вот. Ну, инструменты. Наверху это тоже не мое. Там тоже не мое. Так у меня... Ну, мне на самом деле больше не надо. Мне тут что, храню всякое. Всякое вот тут у меня подкормки. Там у меня укромный материал. А здесь всякие, ну, от вредителей, как вы видите. Тут всякое. Всякое, в общем, от вредителей. Корневин тут еще. Откли. В общем, всякое такое. Ну, как у всех, наверное, кто занимается огородом. В принципе, мне хватает того, что у меня есть. И там всякие у меня ведра. Ну, в общем, всякое такое тоже нужно. В общем, сейчас тут у себя в уголочке ныла порядок. Немножко подмела тут мужу. Вот. И тот вот ходил, смотрел, что ты тут делаешь. Ой, в общем, да. Не дай бог. Вот. Еще тут у нас такой заезд. Ну, потому что у нас есть вот такой, как это, мотоблок или что он там. Я уж не знаю, как это называется история. Ну, в общем, тут все нужно. В общем, он закатывает сюда. Здесь же у нас газонокосилка хранится. Такой скат он сделал. Как это? Да? Ну, в общем, вы поняли. Я его покрасила. Начала красить, муж приходит. Говорит, ты что делаешь? Говорит, а как сюда пройти? В общем, покрасила три досточки. Потом две еще покрашу. Вот. Какой-то, я не знаю, какую краску я крашу. Девочка, он мне дает какое-то в ведре у него. Говорит, что это фасадная. По дереву, по бетону, в общем, такая, как бы защитная, типа, какая-то краска. Я не знаю, честно, не разбираюсь. Вот такой вот, потому что я тут такой бардачелло навела весной этой девочке. Вообще кошмар какой-то просто. У меня тут вообще черт ногу сломит. Зато сейчас все навела, все видно, что у меня осталось. Вот. Ну, я подкармливаю, занимаюсь вот подкормкой всякой разной. Вот у меня тут и для хвойников, и вот это жидкий, этот самый, тоже подкармливаю. И такой в мешках у меня есть. Вот. То есть... Ой, что-то полетело. То есть занимаюсь такой историей. Вот. И опрыскиваю тоже. А вот, кстати, меня тоже спрашивали, я имела в виду раундап, то, что убирает сорняки. Вот такой я еще покупаю в обе, торнадо, тоже хорошо. Он, по-моему, подешевле, чем раундап, но этот, как его называется, тоже хорошо убирает все сорняки. Вот буквально чуть-чуть там попрыскали на лопухи, не знаю, которые хотите выковырчить. И все. Главное, на хорошие не напрыскать. Вот. Так что вот таким средством. Вот. А то у меня... У нас тут была одна знакомая, которая рассказывала, что она вообще никогда не подкармливает. Потом ее, правда, поймали, что она по весне и по осени вот такую всякую сухую подкормку рассыпает. Так что вот такие вот у меня дела не огородные, так сарайные. Решили сейчас вечером с мальчиками пойти на Финский залив. Давненько мы там не были. Очень давно уже. Там еще лед был, последний раз, когда мы там были. Вот. Я оделась тепло. Теплый светорочек, потому что я вечно, вечно просто мерзну. В общем, пойдем. Теплый светорочек, потому что я не знаю. Да. Вот. И как? Да. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok